Освежить, добавить акцентов, придать уют спальне, кухне или гостиной можно, разместив на стенах композиции из фотографий на пинокартоне. Способ простой, быстрый и, самое главное, бюджетный. Со временем, при смене интерьера или настроения, картинки в офисе, в кабинете, в доме можно менять. Этот материал довольно-таки прочен, интересен и по стоимости соотношения цена-качество, в принципе, устраивает любого потребителя. Так как изготовить либо раму со стеклом – это довольно дорогостоящий продукт. Пинокартон – хорошая альтернатива этому, что способствует, скажем, приемлемой цене и неплохому качеству. К гостиную идеально подойдут пейзажи, в спальню что-то спокойное и нежное. Для кухни выбирайте натюрморты и портреты. Стены можно оформить и вашими собственными фотографиями. Главное помните, что размер композиции будет зависеть от качества исходного изображения. Соцсети, к сожалению, пережимают картинку и делают ее очень маленькой. А при увеличении в 14 раз, в 10 раз, в 5 раз теряется качество изображения. Для того, чтобы добиться хорошего качества изображения, сам исходник снимка должен быть оригиналом, а не пережатым файлом через соцсети. Кроме легкости, у пинокартона есть много других преимуществ по сравнению с рамкой для фото. К примеру, размеры у рамок всегда одинаковые – А3, А4, а вот формат фото на пинокартоне можно задать абсолютно любой, будь то квадрат или панорамный снимок. Есть несколько типов толщины пинокартона. Это 0,5 см, 1 см, 2 см. И мне кажется, что толщина пинокартона зависит от изображения. Собственно говоря, пинокартон, верхняя часть и нижняя часть – это картон, то есть живой материал, и посередине вспененное вещество. Толщина полсантиметра. Это сантиметровый пинокартон. Сначала он выглядит вот так. Также есть несколько способов и оформления пинокартона. В первом варианте распечатанную фотографию на пинокартон мы накатываем, или, проще сказать, приклеиваем с помощью специального спрея. Второй способ – иной. Мы распечатываем фотографию на плотере, используя самокрещуще бумагу. Разнообразие материалов позволяет оформлять картинку по-разному. То есть серия материалов, у которых нет дополнительной эмульсии, подвергается подвороту. Собственно говоря, если есть запас изображения, то снимок может быть объемным за счет закрытых краев. Если задумка автора такова, что снимок будет идти один к одному, или это специализированный размер, то края остаются светленькими, а снимок отпечатывается один к одному. Пинокартон не требует дополнительного оформления в рамку и готов красоваться на стене сразу после печати. По такому же принципу изготавливают и модульные картины. Субтитры создавал DimaTorzok